всем привет с вами иван жданов и передача военное положение сегодня разберем и проанализируем события недели которых оказалось так много это и новое украинское наступление и день рождения путина а еще конечно взрыв крымского моста почитаем потери поговорим о мобилизации и оценим международную реакцию на происходящее но пока мы не начали напомню что надо поставить лайк этому ролику чтобы его посмотрели ну вообще все на этой неделе украинская армия провела сразу два мощных наступления на севере были освобождены лиман и большая часть харьковской области а на юге украинцы отодвинули российские позиции на 10 20 километров в сторону новой каховки все это едва не привело к общему кризису всей путинской группировки и вызвало дикую панику пропаганды но давайте разберемся по порядку и начнем с северного фронта вот здесь вот украинские войска продолжили освобождать вот я напомню что это лиман это купинск продолжили освобождать вот эту территорию между двумя реками и российские войска закрепились в нескольких населенных пунктах это сватово и криминная вот вот тут рубежная северодонецк куда уже вплотную подошли украинские войска и соответственно план на этом направлении зачистить всю эту территорию и дальше наступать возможно здесь возможно здесь дальше освобождать луганскую область соответственно северная группировка в с у вас занималась освобождением отдельных поселков и перегруппировкой атаковали войска на юге вот на юге давайте смотреть вот атаки пошли отсюда примерно через высокополе вот сюда вот новая каховка это вот сюда досюда еще далековато поэтому через великую александровку через архангельская собственно вот эта территория была полностью очищена зачищена от российских захватнических войск и соответственно тут план тоже может быть высматриваться примерно понятно что может быть здесь может быть здесь на новую каховку новая каховка правда находится на этом берегу реки днепр поэтому ну вот сюда в сторону новой каховки не помню как там точно называется населенные пункты здесь и соответственно после удара особенно по крымскому мосту скорее всего где-то здесь будут и следующие удары украинской армии сейчас в с у на правом берегу днепра заняты тем же самым вообще что и на севере они освобождают просто населенные пункты явно подтягивают резервы для нового удара ведь главная цель это херсон это вот это и не путь лежит соответственно через эту вот новую каховку как раз здесь ну а что российская армия давайте смотреть на российскую армию каких результатов добилась она чтобы их увидеть нам нужно переместиться опять на север это восточный фронт и его еще немного мы вот тут вот в этом направлении как раз приблизим карту это бахмут вот здесь вот российские войска немного продвинулись захватили населенный пункт зайцев подошли курдюмов ки и подошли к бахмуту вот с восточной стороны вот говорят что уже где-то заходили в город где-то захватили асфальтовый завод мы соответственно продвигаться вот здесь сконцентрировали здесь огромные силы но ничего у них пока не получается говоря проще на фронте у российской армии дела идут плохо сплошные поражения а своих успехов никаких нет поэтому они продолжают обстрел украинских городов и ни одна неделя не обходится без чудовищного теракта на этот раз были разрушены жилые дома в запорожье погибли 13 человек еще 15 были спасены из-под завалов причем тут даже и речи не идет о каких-то военных целях дома очевидно самые простые жилые многоэтажки и вот по ним как раз ударяет по данным офиса зеленского всего в украине за время войны разрушена почти 100 тысяч объектов инфраструктуры в том числе 74 тысячи жилых домов сильнее всего пострадали киевская донецкая и харьковской области если раньше российская армия использовала в основном ракеты калибра и скандеры советские х-22 то сейчас все чаще применяют иранские дроны шахид украинцы постоянно сбивает их но видимо путин купил с запасом на этой неделе одной из целью стал город белая церковь киевской области совсем недалеко от киева он расположен в 400 километрах от линии фронта то есть дальность этих дронов действительно высокая ранее писали про 500 и даже две тысячи километров и видимо это подтверждается эти беспилотники уже называют мопедами и балалайками за характерный звук двигателя они летают медленно и низко поэтому с трудом ловится обычными пво дрон на этом видео сбит из обычного крупнокалиберного пулемета украинцы тоже атакуют объекты в тылу российской армии но как обычно попадает то по складам с боеприпасами то по мостам и колоннам техники а то и по стестерном с горючим как в иловайске вот вы видите как раз кадра оттуда ситуация для российской армии похоже на кризис поэтому все больше разговоров о смене командования и поиске виновных в руководстве вот и в вашингтон пост пишет что кто-то из близкого окружения путина прямо рассказал как плохо обстоят дела и теперь начнутся чистки разборки новые назначения но вот уже начались они действительно последовали более того минобороны впервые впервые сначала вот этой так называемые спецоперации назвало главнокомандующего всей военной группировкой в украине теперь это генерал суровикин его назначить назначили на место генерала житко у которого очевидно сняли после провалов в изюме лимании на херсонском фронте суровикин это такая патентованная просто мразь он защищал путь гкчп командовал отрядами которые позже убили троих демонстрантов был арестован но помилован ельцином в семнадцатом году суровикин командовал войсками в сирии а в украине он руководил последним успешным российским наступлением которая завершилась захватом северодонецка или сечанска но теперь как раз ему придется их оборонять ведь и теперь он будет командовать всей группировка это одно из направлений удара вооруженных сил украины изменится ли вообще что-то с этим назначением я не думаю вероятно станет чуть больше порядка ведь суровикин в сирии занимался именно наведением порядка и выстраиванием взаимодействия между разными военными группировками но базовые проблемы российской армии никакой генерал сейчас не может решить поэтому ожидать что путинские части перестанут отступать вообще мне не стоит я бы не стал совершенно вот назначили путина нового главнокомандующего черноморским флотом вице-адмирала виктора соколова тот буквально поклялся повысить боеготовность флота а уже сегодня взорвали крымский мост давайте об этом подробнее субботу утром взорвали крымский мост в это время как раз по нему двигался состав с топливом цистерны загорелись и весь интернет переполнился роликами с горящим мостом но гораздо сильнее пострадала именно автомобильная часть моста вот посмотрите на этих кадрах видно что три пролета рухнули в воду мощность взрыва оценивается в несколько сотен или даже тонн в тротиловом эквиваленте позже появились кадры с камер наблюдения на мосту может быть взрывчатка была грузовике который взорвался прямо на мосту от чего полотно сдвинулась и рухнула в воду хотя совершенно четко это утверждать нельзя все-таки мы видим искры и вообще взрыв характерные больше для прилета ракеты также взрывчатка могла быть заложена под мост а взорваться в момент когда грузовик просто проезжал рядом и об этом тоже много свидетельств там и круги по воде еще какие-то свидетельства так что саму фуру даже осматривали но как видим из этих кадрах ничего там менты не нашли осматривали конечно не очень внимательно кстати ведь и российские власти хвастались специальной системы которые осматривают грузовики как раз на предмет взрывчатки наверное как и рамки на вокзале и и просто отключили если она вообще там стоит конечно же чем тоже сильно сомневаюсь сейчас силовики заявлять о гибели трех людей из воды уже достали тела мужчины и женщины которые ехали в легковушки рядом с грузовиком водитель грузовика опознан это житель краснодарского края вообще расследование проходит довольно быстро как и в случае с дугиной еще один повод усомниться в его правдивости крымский мост был один из самых охраняемых объектов нашей стране наверное лучше охранять только дворцы резиденция самого путина так что взрыв моста это невероятный удар по фсб по армии по всем 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 силовикам даже боевые дельфины о которых писала комсомольская правда останутся без премии в этом месяце не защитили украинские официальные лица не взяли на себя ответственность за взрыв но вот михаил подоляк заявил что все незаконно построенное должно быть снесено как бы намекнул нам украинская армия напоминает что было два символа аннексии крыма мост и крейсер москва и где они теперь пишут они а вот униан со ссылкой на источники пишет что подрыв моста это спецоперация сбу я думаю мы можем об этом узнать но наверное через какое-то время крымский мост важнейший путь сообщения крыма с материком особенно сейчас по нему без перерыва гоняет военные эшелоны с тяжелой техникой боеприпасами и топливом вот давайте посмотрим на карте крымский мост вот тут вот железная дорога она идет через краснодар на темрюк дальше в керчи соответственно дальше уже идет на херсонщину вот здесь сюда а изначально из украины было два пути на херсонщину вот сюда шла магистраль вот отсюда и соответственно через запорожье вот тут вот федоровка мелитополь вот где-то здесь была железная дорога соединялась вот она вот этим треугольником соответственно поставки идут оружие вооружение идут здесь а здесь вот через букву практически нет железной дороги которая могла бы соединить вот эту часть фронта как раз с материковой россии вот тут вот железная дорога есть но она достаточно слабенько от и обрывается вот тут в районе волновахи а дальше идет на территорию которая подконтрольно украинским военным поэтому соответственно здесь наладить наладить какую-то поставку отсюда из россии невозможно что мы значит из этого делаем какой вывод что крымский мост в чистом виде военный объект уже пишут что подтверждено повреждение больше километра железнодорожных путей кроме того от высокой температуры пламени и детонации могли пострадать металлические и бетонные конструкции моста хотя вот уже вечером поезд снова пустили правда по соседнему пути из крыма на материк то есть в конечном итоге пропускная способность моста сильно упала возможно какое-то время поезда будут ходить по одной ветке это приведет к задержкам она может стать фатальной для путинских частей на херсонском фронте кроме того пострадает и гражданское население крыма ведь все товары везут через этот мост том числе бензин за которым тут же выстроились немалые очереди местные власти даже сначала хотели ограничить продажу продуктов в одни руки но их видимо быстро дернули из кремля и распоряжение тут же отменили то же самое с паромной переправой официальные кремлевские сми сразу же написали что паромная переправа уже запускается все будет отлично потом тасс опубликовал новость что парома не будет погода не позволяет видимо снова шторм как и в день гибели крейсера москвы теперь вот снова говорят что паром все-таки будет в общем не определились еще если шторм или нет но одним словом засуетились пропагандисты тоже подключились вопрошают как же так у маргариты симонян слов особо не нашлось одну букву только написала но читатели в твиттере ей знатно помогли власти уже наперебой пишут что начали расследование ска завела уголовное дело правительственная комиссия собрано все как обычно это понятно также совершенно ясно что этот удар каким бы он ни был это не просто удар по мосту это невероятный удар по самолюбию по уверенности путину удар по символу аннексия крыма удар по всему этому гадюшнику пропаганда самое его сердце еще более мощный удар чем потопление крейсера москва теперь давайте говорить о потерях напомню в последний раз российская сторона официально заявляла 6000 погибших солдат украинская 9 тысячах военная разведка сша и британия оценивает российской потери как минимум в 30 тысяч погибших зато в днр регулярно сообщает о потерях по последней информации там погибли 3285 солдат ранено почти 14 тысяч эти потери разумеется никак не учитываются российским министерством обороны продолжаются обмены погибшими украина уже вернула тела 564 военных более четырех тысяч трехсот человек находится в списке пропавших без вести кроме того известно что в плену находится как минимум 2200 украинских солдат обменов пленных на этой неделе к сожалению не было теперь давайте и о железе о потерях техники за 226 дней войны россия потеряла 1298 танков и 2286 бронированных машин среди которых бмп бмд бтр мтлб и другие уничтожены или захвачены 350 артиллерийских орудий и саушек 126 реактивных систем залпового огня сбитых 60 самолетов 52 вертолета плюс 74 танка за неделю и 102 бронированные машины просто огромное количество техники теряет российская армия буквально по 10 танков в день посмотрите сюда это свалка техники в лимане больше десятка уничтоженных машин и все это в одном месте в армии украины к 8 октября уничтожены 528 бронированных машин и 281 танк потеряны 111 артиллерийских установок и 25 систем залпового огня подтверждены потери 50 самолетов и 15 вертолетов украинская армия получила так много трофейной российской техники что теперь россия является самым большим поставщиком техники для украины одних танков захвачено больше 420 штук при этом другими странами было передано лишь 320 машин на этом видео идет погрузка сразу трех российских трофейных танков чаще всего украинская армия захватывает боевые машины пехоты бмп-2 их уже больше 170 штук все то что уже непригодно для работы разбирается на запчасти идет для ремонта похоже что сша не хотят упускать лидерство по поставкам оружия и анонсировали еще один пакет на 625 миллионов долларов него войдут еще четыре хаймерса с боеприпасами 32 гаубица различного калибра больше ста тысяч различных совершенно снарядов мины и 200 бронетранспортеров макс про самые такие современные американские броневички с усиленной защиты от мин они должны частично заменить хаммера в американской армии тоже но и это еще не все европа тоже заявила о передаче оружия франция передаст еще 12 саушек сезар а словакия произведет 16 установок зузанна на деньги германии да не норвегии но и отправит их украине разумеется в общем кажется украинские сухопутные силы наконец насыщаются техникой тем временем общие потери единиц техники 6850 против 1714 соотношение 4 к 1 это минимальные только минимальные стопроцентно подтвержденные потери каждый день война уносит жизни и десятков мирных украинцев докладе оон сообщается о 6 тысячах 114 погибших ранено 9132 гражданских это значит что за неделю погибло еще 118 мирных украинцев российская армия устраивает целенаправленный террор мирного населения и цифры погибших постоянно растут например в оккупированной даревке херсонской области на ракета попала в гражданский автобус и там погибло не менее пяти человек тут слушок пошел что зеленский все-таки может пересечься с путиным посол индонезии это заявил чтобы президента ожидается на саммите большой двадцатки саммит пройдет середине ноября и сейчас организаторы подумают как их развести по разным отелям чтобы чего не вышло при этом пресс-сек зеленского сказал что еще не принято окончательное решение поедет он туда или нет если все-таки поедет то это будет первый реальный случай с начала войны когда зеленский с путиным окажется на одной площадке поэтому я в это слабо верю я напомню что после псевдо референдумов украина заявила что не будет вести никаких переговоров с россией пока путину власти ну и вообще зеленский не выезжает с территории украины с начала этого вторжения на этой неделе всех взбудоражило другое заявление зеленского про превентивный удар вот что он сказал в интервью превентивные удары чтобы они знали что с ними будет еще они застосуют а не навпаки чекать ядерных ударей в россию чтобы потом сказали ах ты так но стремай вид нас в россии это восприняли как призыв нанести ядерный удар хотя вы сами только что слышали что зеленский про это не говорил песков заявил например что это призыв к началу мировой войны с чудовищными последствиями пресс всех зеленского потом разъяснил что речь шла о периоде до 24 февраля и о превентивных санкциях и что никаких намеков на ядерное оружие в речи не было но тема конечно носится в воздухе вот например итальянская газета репаблика всех напугала сообщением про подлодку белгород с которой можно запустить ядерную супер торпеду посейдон якобы разведка нато обнаружила что это подлодка пропала с базы но через несколько дней подлодка нашлась в баренцевом море в общем все окей тут а газета times сообщила со ссылкой на источники что путин готовится испытать ядерное оружие в черном море и с этой целью отправил вдоль границы ядерный поезд однако никаких реально реальных вот этому свидетельств подготовки к ядерной атаке ну вот никто не нашел поездов уже давно нет которые могут запускать ракеты а смысл отправлять снаряды по железной дороге да еще и вдоль фронта ну чушь какая-то вот и в пентагоне не видят признаков того что россия перемещает ядерное оружие по железной дороге но при этом байден серьезно настроен к заявлениям путина он заявил что мир сейчас ближе к ядерному армагеддону чем когда-либо со времен карибского кризиса и после удара по крымскому мосту конечно похоже что мы может быть еще ближе к ядерному удару конечно нужно ожидать подлость от путина возможно он прямо в эти дни но не нужно бояться этого тараканище его нужно давить давайте лучше к другим новостям перейдем вот страна опек плюс крупнейшие экспортеры нефти решили сократить ее добычу на 2 миллиона баррелей в сутки цены на нефть после этого конечно поднялись но это не значит что путин теперь в шоколаде потому что на следующий же день евросоюз утвердил 8 пакет санкций и в него вошел потолок цен на нефть российскую нефть эта мера вступит в силу с 5 декабря конечно россия может продавать нефть по старым ценам например китай и индии но во-первых евросоюз это крупнейший рынок сбыта для российских нефтяников а во-вторых те же китай и индия не факт что захотят переплачивать за нефть когда ее можно купить дешевле восьмом пакете санкций есть и другие меры например продлили запрет на импорт стали а еще запретили россиянам пользоваться европейскими криптовалютными кошельками это не значит что теперь граждане россии полностью лишаться доступа к крипте но по факту такой запрет ударит не по путинским чиновникам скорее а по обычным людям которые пытаются как-то сохранить свои сбережения от того же путина пытается свои сбережения как-то спасти когда он блокирует счета а вот персональными санкциями можно только гордиться и радоваться в новый список вошли многие фигуранты нашего списка 6000 памфилова дугин всякие заданутые артисты газманов расторгуев чечерина 30 человек там всего списке это хорошо япония тоже вела санкции после референдумов этих псевдо референдумов списке 9 компаний 81 человек симонян кабаева и остальная компания кстати о японии зеленский вчера подписал указ о том что украина признает курильские острова японской территории можно было бы сказать что это плевок в лицо путину но он и так уже ходит весь обтекает так что это скорее реверанс сторону японии и еще одна важная международная новость нобелевскую премию мира присудили сразу трем лауреатам из россии украины и беларуси в украине она досталась центру гражданских свобод в беларуси правозащитнику алексея беляцкому который сейчас находится в тюрьме а в россии общество мемориал который сохраняет память о жертвах политических репрессий причем сотрудники мемориал узнали о своей награде в суде который как раз вчера отнял у них помещение в пользу государства от глава совета по правам человека призвал мемориал отказаться от нобелевской премии потому что она перестала быть сколь нибудь значимой уж если что и перестал быть значимым то это совет по правам человека в его нынешнем виде это какая-то позорище вообще а мемориал безусловно заслуживает награды хотя мы прекрасно понимаем ту неоднозначную реакцию в мире которая поднялась скорее в украинских пабликах это можно понять конечно же но мемориал безусловно заслуживающая награды организации на одном из полигонов где обучают мобилизованных заметили самый сильный танк в мире вот она целая одна одна армата правда звук какой-то странный есть как-то неуверенно на фронте эти танки конечно не появлялись да и вообще неясно стреляет ли она что там внутри этой тачки мобилизованные должны понимать что не такое оружие им дадут обычно их ожидает вот такая ситуация и так мы сейчас находимся белгородской области нас в районе 500 человек с оружием но при этом мы не приписано абсолютно никакой части неделю мы прожили скотских условиях абсолютно скотских никакого материального обеспечения денежного удовольствия ровным счетом ничего людей с оружием по сути бросили только после скандала их все же отправили у мулина на обучение и даже покормили в нашей стране продолжается мобилизация несмотря на огромное недовольство по данным минобороны уже собрали больше 200 тысяч человек теперь пытаются с трудом добрать оставшихся часто людей сдают их собственные работодатели в москве например спасатели обманом заставляют подписать повестку явится военкомат а в хабаровске директорам школ велели предоставить списка учителей с которыми они готовы расстаться чтобы отправить их на войну если у вас на работе требуют предоставить какие-то данные для военкомата отнеситесь к этому очень осторожно даже если говорят что они нужны для отсрочки если сомневаетесь мотива своего начальства возьмите отпуск или отгул на какое-то время и посмотрите что будет происходить конечно же не все работодатели готовы жертвовать своими сотрудниками тогда приходится жертвовать деньги вот в еж короле бизнесменов вынуждает отдавать часть прибыли на мобилизацию взамен обещают бронь для работников хотя местные власти это конечно отрицают мобилизация как и вообще армия в россии это налог на бедность вот конфликт интеллиженс тим и важные истории подсчитали из каких регионов на войну забрали больше всего людей и оказалось что это в основном самые бедные регионы куда до объявления мобилизации приходило больше всего гробов из украины вообще достаточно посмотреть какие компенсации предлагают всеми мобилизованных вот на сахалине каждой семье раздадут по пять кило семушки а бурятия дрова выдают в компенсацию реальные дрова причем не всем только нуждающимся семьям путин хохочет над европой которые якобы замерзнет зимой без российского газа а в россии тем временем людям выдает дрова взамен их близких естественно продолжаются проблемы со снабжением во многих регионах уже решили отказаться от новогодних праздников чтобы деньги направить на помощь мобилизованным их родственникам вот представляете ребенок спросит мама почему у нас елки не будет ему ответит сынок потому что нам надо трусы папе купить чтобы он пошел на фронт убивать украинцев вот так скорее всего будет видимо даже минобороны почувствовала какой-то позор и призвало не отменять праздники потому что якобы в армии есть все необходимое оснащение для обеспечения каждого военнослужащего жалко что они не уточнили какое оснащение считают необходимым вот в якутии например явно считают что каждому военному нужная аптечка шоколадка прокладки именно такой набор мобилизованным передала местная администрация это еще не худший вариант у кого-то и такого нет даже а минимум 13 мобилизованных вообще умерли не успев доехать до фронта сирена составил карту красивую карту но трагично красивую конечно же этих случаев причины разные где-то суицид где-то сердечный приступ где-то насильственная смерть даже может быть кто-то все это видит и думает но меня это не коснется у меня категория нет а я по здоровью не подхожу вот пример из села на урале мобилизовали человека с косоглазием и близорукостью более минус 6 определили его в мотострелки никакой медкомиссии не было жена просто не успела принести справки из поликлиники его уже отправили в ростов почему это происходит потому что надо выполнить план издание верстка рассказала что власти регионов поручили военкоматов мобилизовывать людей с запасом брать не один процент как заявлял шойгу а 24 еще больше и при этом главный критерий не категория а то насколько человека легко найти то есть буквально живешь по прописке рискуешь не живешь уже меньше риска но так снизьте для себя эти риски не берите повестку не ходите военкомат даже чтобы принести какие-то справки за все это время всего одну уголовку завели за уклонение это отменили а прокуратура даже постановила выплатить компенсацию за незаконное задержание ну и конечно если у вас есть возможность уехать лучше уехать по данным форбс сначала мобилизации из россии уехал уже 700 тысяч человек песков назвал эти данные уткой ну можете сами написать комментарии как бы вы назвали пескова а вот как назвать главу минздрава голикова все давно знают наше отдела расследований выпустил реально мощный ролик про мадам орбидол и все ее виллы и другие богатства полученные за счет расходов на медицину эти я обойдусь без спойлеров вы досмотрите это видео потом вечерком гляньте наше расследование если вдруг еще не видели особенно актуально но свете снижение расходов на медицину в двадцать третьем году кроме того росстат решил больше не публиковать данные смертности от ковида но они так врали да и вообще конечно зачем медицина если путин думает только о войне на которую тратится все больше и больше и больше денег зато россия даст очередной кредит беларуси на полтора миллиарда долларов пишут что они пойдут на проекты связаны с импортозамещением но вообще выглядит как подарок лукашенко за то что он помогает путину войне лукашенко даже сам это официально признает сказал что беларусь участвует так называемой спецоперации правда никого никого не убивает а только гарантирует чтобы спину русским никто не стрелял с территории беларуси потому что территория беларуси не для этого она для того чтобы по мирным украинским жителям выпускать ракеты ну и к слову о подарках тот же самый лукашенко как следует отблагодарил путина в день рождения подарил ему сертификат на красненький новенький трактор я уж не знаю как это трактовать может это намек на то что путину пора сваливать подальше потому что лукашенко сам хочет стать президентом большого союзного государства опять же поделитесь своими идеями вообще конечно главный подарок путину на семидесятилетия сделали сегодня те кто кто атаковал его кто вчера взорвал крымский мост но и даже в пятницу ему кое-что перепал вот например в ханты-мансийском автономном округе бедных ребят в детсаду заставили петь песни в его честь надеюсь что школу они пойдут уже не при путине а вот с поздравлениями от мировых лидеров как-то не задалось вообще вот меньше десяти человек его поздравили список вы видите страны конечно не самые богатые и роскошные репрессии в россии конечно же тоже продолжаются вот лилию чанышеву бывшую главу нашего уфимского штаба оставили в сизо до 9 ноября то есть она уже год проведет под арестом лили вменяют 18 лет за организацию экстремистского сообщества яшину предъявили обвинение по статье о фейках в том числе написали что он испытывает неприязнь к политической системе в рф думаю что он этим будет гордиться да и любой нормальный человек ее испытывает а кармурзе предъявили обвинение в госизмене за публичные выступления с критикой этой самой системы вот просто выступил и теперь это считается изменой и прошли очередные суды с участием навального суд конечно же отклонил его иске колонии в процессе оказалось что навального на 15 суток отправили в шизо за то что он неправильно представился еще неделя отметилась обысками у тех кто занимается выборами пришли к пятерым участникам движения голос к математику сергею шпилькину который составляет отличные графики фальсификации голос и считают что это уже начали готовиться к выборам 24 года если это так то в кремле сидят очень большие оптимисты объявили новых иноагентов списке попали рэпер оксимирон и писатель дмитрий глуховский причем окси как физлицо а глуховский почему-то как человек сми от пугачева в отличие от мужа пока иноагентом не признали зато ее пост хотят проверить на предмет возбуждения ненависти ну впереди у минюста еще много пятниц них семь пятниц на неделе поэтому найдут чем удивить это неделя началась поражение путина и поражениями она и закончилась сначала был освобожден лиман затем северная часть херсонской области а под конец взорван крымский мост и все это в канон юбилея путина вот так украинцы поздравили диктатора семидесятилетием главное слово недели для путина это безнадежность и неизбежность потому что все происходящее уже не кажется следствием конкретных ошибок это закономерный итог похоже что у российской армии не осталось весомых аргументов чтобы остановить украинское наступление да они даже мост не смогли защитить еще недавно атака на крымский мост казалось фантастикой какой-то а теперь мы живем в мире где это случилось поэтому конечно все снова и снова говорят о ядерном ударе он остается единственным реальным козырем путина но я повторюсь оценивать действия психопата но сложно однако очевидно что удар по такому символу как крымский мост ставит мир чуточку ближе к ядерному взрыву с другой стороны в сло тоже еще далеко не победили им крайне важно успеть занять ключевые позиции до зимы в частности освободить правый берег днепра и херсона а также прорвать российскую оборону в районе сватово чтобы выбрать на оперативный простор выйти всеми своими войсками украинцам нужно успеть до холодов и до прибытия большого количества мобилизованных они это понимают и думаю на следующей неделе мы обязательно узнаем о новых атаках они произойдут но и нам нельзя сидеть на месте путин становится уязвимее с каждым днем процесс необратимый станет появляться много новых сил злых сил в том числе даже когда путина свергнут и чтобы победить нам нужно действовать и естественно побеждать самим именно поэтому мы запустили чтобы навального они снова начали свою работу именно потому что нужно действовать мы перезапустили работу штабов мы числимся у них экстремистской организации поэтому это все теперь такое подпольное движение тех кто готов бороться за свободу со злом даже осознавая риски понемногу по чуть-чуть а иногда из размахов так и победим а путина ждет позор уже сейчас при жизни после смерти тоже раньше завоевателям могли строить пантеоны а если завоеватель еще и проводил великие реформы то его возводили вообще во славу ну просто вспомните склеп наполеона в париже наполеон вершил судьбы тоже миллионов его славит несмотря на то что погибли сотни тысяч человек по его воле изменилось время ценность жизни стала другой но и путин далеко не наполеон и уж тем более не кутузов путин ничтожество озлобленное ущербное существо и славить его никто точно не будет могила его будет где-то там за гаражами на свалке истории с вами был иван жданов ян матвеев и владлен лось и еще много мощных девчата ребят за кадром всем спасибо мы увидимся спасибо